Ребята, всем привет! Сегодня я хочу рассказать об интересной классификации ошибок музыкантов-исполнителей в игре, об их причинах и способах профилактики, которые даны в книге Цегарелли «Психология музыкальной исполнительской деятельности». Вообще вопросы профессиональной деятельности исполнителя с психологической точки зрения до сих пор получают очень немного детального освещения в специальной литературе, поэтому многие аспекты, связанные с формированием правильных представлений о психологической сущности мастерства, профессионально важных качеств для исполнителей, музыканты ищут самостоятельно в течение долгих лет, а многие причины неудач так и остаются непонятыми. Я, безусловно, согласна с каждым решением проблем в исполнении, которые даны в книге, и поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первая ошибка – остановка. Возможные причины данной ошибки следующие. Непосильная сложность программы, недостаточная готовность программы, недостаточная стабильность из-за отказа в памяти, недостаточная стабильность из-за утомления, неустойчивость внимания из-за недостаточности волевого усилия, неустойчивость внимания из-за внешних помех, неустойчивость внимания из-за неверной установки на внимание и низкая эмоциональная устойчивость. Теперь разберем каждую ошибку. Итак, если вы останавливаетесь при игре, то возможно. Первое. Программа для вас неподъемная, возможно вам нужно ее или поменять, что логично, или усилить общую техническую подготовку и стиснув зубы, как говорится. Если причина остановок недостаточная готовность, вы можете помочь себе правильным распределением времени на подготовку, сформировать или поменять ваш план работы для улучшения качества работы. Возможно внести в работу какие-то новые компоненты. Допустим, игра нон-длегата сложных мест, игра стаката, взять медленный темп, играть трудные места под метроном, обязательно отсутствие педали при работе, чтобы прослушивать все недочеты, не замазывая их педалью, игра с различными динамическими оттенками или подобными классическими приемами. Ну и конечно следует учитывать ваши индивидуальные способы решения проблем, потому что каждый исполнитель обладает своими физическими сложностями и проблемами, как и индивидуальными особенностями. То есть основное внимание уделять тактике, а не технике достижения цели. Ваш индивидуальный стиль работы может сформироваться целенаправленно. Допустим, как что делать, вам может подсказать педагог, или после урока с педагогом вы уже самостоятельно знаете, что вам поможет при решении конкретной задачи. Вы уже когда-то решали подобное, и решение принесло удовлетворение, или стихийно, без четкого осознания предпосылок. То есть у каждого свои индивидуальные особенности быстроты переработки информации. Они скорее зависят от уровня подвижности ваших каких-то нервных процессов. Поэтому чем чаще вы отвлекаетесь при работе, то тем чаще блокируете процессы нахождения причин ваших технических проблем. И поэтому дольше будете пытаться решить эту проблему с пассажем. А он все дольше не будет у вас выходить. И все тут. Фактор силы и слабости нервной системы, он таков. Тут надо быть психологически выносливым. Но все же конкретные пути решения проблемы могут при этом иметь существенные отличия у разных музыкантов. То есть точной формулы нет. Третья. Следующая причина остановок. Это недостаточная стабильность из-за отказа в памяти. Ну, конечно, это зависит от самой памяти, точнее от ее развития и того, что вы предприняли для ее развития. Зависит от опоры на представляемый музыкальный образ и, как сказано в книге, на симультанно-сукцессивный ряд. Что это значит? Говоря о симультанном музыкальном образе, следует учитывать, что он имеет зрительный характер. Зрительные представления, отражающие содержание музыки, могут быть разнообразными. От картин природы, людей, животных, до каких-то схем, структур, графиков и т.д. Это зависит от индивидуального отношения к исполняемой музыке, от логики вашего музыкального мышления. Так, например, пианисту с эмоционально-образным типом мышления явно ближе изобразительная музыка. В интерпретациях он предпочитает исходить из ярко окрашенного в эмоциональном отношении музыкального образа. При повторениях неизбежно изменяется целый ряд деталей, а иногда и общий эмоциональный настрой образа, что влечет за собой соответствующие изменения в интерпретации. Если у человека преобладает логическое мышление, то процесс создания образа уже протекает по-другому. Симультанный музыкальный образ может являться в виде каких-то архитектурных форм, в виде геометрических фигур или как графический рисунок. Допустим, произведения Баха могут представляться как симметричные конструкции, как средневековые готические соборы. Такие особенности музыкального воображения наряду с различиями в воображаемых образах обуславливают и различия в психологии создания музыкальных образов, психологии интерпретации. Для профилактики причины остановки при игре как недостаточной стабильности из-за отказа в памяти можно порекомендовать выучивание опорных точек и вырабатывать навык играть с любой из них. Или формирование и выучивание скрытого голоса для последующей слухомоторной опоры на него. Как это понять? Допустим, я при игре над сложными и слоенными произведениями, то есть с несколькими фактурами, запоминала какие-то опорные точки. Начало смена фактур для себя. Зная их порядок, можно уже сформировать план их проведения. Работать можно, допустим, задом наперед. Кусок последний, потом предпоследний, потом первый и так далее. А скрытый голос – это, как правило, либо верхние точки, которым стремится движение, либо басы, особенно переходы в новые тональности, то есть какие-то такие ключевые моменты и так далее. Четвертое. Причиной остановки может быть недостаточная стабильность из-за утомления. В таком случае советуется поменять подход с рабочего на концертный и для профилактики исполнить программу целиком перед публикой, то есть в условиях концертного выступления. Так вылезут все изъяны, а также вы узнаете, в чем ваши сильные стороны в произведении. Либо советуется в книге продолжать развивать вашу соматическую выносливость, то есть выносливость тела как таковую. Далее разберем еще одну причину остановки – это неустойчивость внимания из-за недостаточности волевого усилия. При таком раскладе советуют волю и внимание укреплять, либо брать программу менее сложную и длинную, но стремиться к ее усложнению. Шестое. Если вы останавливаетесь из-за внешних помех, то необходим дренаж в условиях моделирования ситуации, даже, возможно, из имитации этих самых помех. Пусть кто-то ходит, мешает вам стуками, ерзанем на стуле, выкриками и подобным мракобесием в момент вашей игры. Либо можно в принципе регулярно репетировать в условиях вот таких естественных помех, то есть обрастать броней заранее. Далее. Ошибка под названием остановка, причиной которой может быть неустойчивость внимания из-за неверной установки на внимание. В этом случае советуется либо выработать в себе способность к переключению внимания на деятельность за инструментом, либо точно для себя в голове определить круг, сферу, как хотите, тех действий, которые сейчас надо совершить, то есть более детально и конкретно. И последняя причина остановки – это ваша низкая эмоциональная устойчивость. В этом случае, во-первых, обязательно проведите день или часы перед концертом в самонастройке, продумайте все, включая ваши сценические движения. Психотропные средства также возможны, но не переусердствуйте, а то, знаете ли, результат может вас неприятно удивить. Выступать под коньяком, под шампанским – это не выход. Такое в скором перестает помогать и получается наоборот. Проверено не на себе, но на знакомых. Да, все это сложновато и, кажется, очень долгое объяснение всего одной такой ошибки, как остановка, но я хочу сказать, что если раскрывать проблему, то именно так оно и выходит. Эти решения – они самые правильные и, как говорится, бьют в больную точку. Просто надо их отделить под себя, ну, то есть рассмотреть вот со своей как-то колокольни и применить. Далее разберем следующую специфическую ошибку – это заикание при исполнении. Возможные причины данной ошибки могут быть следующие. Это недостатки самокоррекции движений из-за отсутствия сукцессивного музыкального образа, то есть целостного образа в голове с определенным порядком и алгоритмом действий для его показа, то есть осуществления. И вторая причина – это перенос дефектов самокоррекции из вербальной речи. Теперь разберем каждую ошибку. Итак, если причина в том, что вам недостает базы движений для передачи необходимых красок определенного музыкального образа, то советуется обучаться постепенному формированию целостности образа. Каким путем? Путем простого выучивания главного скрытого голоса произведения, ведущей темы, в нужном темпе, с фразировкой, с передачей необходимого характера. А затем уже работает над всей фактурой, которая окутывает, как одеяло, вот этот вот скрытый голос с опорой на его четкое представление и ведение через все произведение. Если происходят такие дыры в исполнении, когда теряется ведущая мысль, вроде бы даже при постоянном потоке музыкальной информации, то причина может быть в том, что вы как бы переносите ваши дефекты восприятия произведения из вашей вербальной речи на речь пианистическую. Значит, надо пересматривать свой подход к передаче произведения для себя в первую очередь и исправлять свой подход к нему, исправлять ваши дефекты вербальной речи. Возможно, вам поможет подход к произведению со стороны. Например, послушайте записи музыкантов, которые играют это произведение. Потом посмотрите видео, обратите внимание, где они делают остановки, введение темы, где сами точки отчета нового показа характера и так далее. Следующая распространенная ошибка – это непопадание в скачках. Итак, причина непопадания в скачках – это недостаточная сенсомоторная координация. Как это исправить? Советуется разбить траекторию движения руки на две части. Движение в нужную зону клавиатуры и коррекция в нужную точку. Будет определенная клавиша, аккорд, то есть нужно включать свою память на движение. О ней я уже рассказывала подробно, ссылка будет в описании и в подсказках. Также советуется при работе над скачком отработать его отдельно, а затем уже состыковать с предшествующими и последующими тактами. Отдельно, необходимой рукой или вместе. Следующая ошибка – это грязь в исполнении. Причин заявлено две. Причина первая – это недостаточная слухомоторная координация. В этом случае советуется развивать слухомоторную координацию, то есть учиться успевать прослушивать каждую нотку, раскладывать их, а не просто смазывать по клавиатуре, как варенье на хлеб. Все прослушивать. Либо пока что работать школьным методом, фрагментарным, то есть доводить до возможного на вашем этапе развития совершенства вот такой вот каждый фрагмент произведения. И вторая причина грязи в исполнении – это частичная релаксация исполнительского аппарата из-за недостаточной эмоциональной устойчивости. И тремор. Ну, то есть это непроизвольное дрожание пальцев и вообще в целом такое нервное состояние перед исполнением. Советуется либо психологическая самонастройка перед концертом, если именно перед выступлением такое происходит, либо уже по тяжелой, то есть какие-то психотропные вещества принимать. Ну, вообще это все сразу не проходит. Надо наращивать броню, то есть продумывать себе какие-то героические доводы, которые помогут вам настроить свой дух. Следующая ошибка – это расхождение между руками. Причины такие. Первая – это недостаточная межмышечная координация, то есть согласованность движений. И второе – это недостаточная слухомоторная координация. При межмышечной координации советуются упражнения на мануальный унисон. Ганон вполне сойдет для таких упражнений. И второе – при недостаточной слухомоторной координации советуется провести анализ произведения, где нужно для себя выявить общие для обеих рук метрические опоры произведения, какие-то общие точки и ориентироваться уже на них. Хорошо помогает постепенно избавляться от этой дурной привычки игра по слуху, где вы сами себе хозяева и не зависите от технических действий, которые, возможно, запомнились и выполняются автоматически. А для того, чтобы снять на слух, надо разработать фактуру, выявить и преподнести мелодию. Руки вынуждены подстраиваться под слух, и так вы работаете также и над слухомоторной координацией, то есть получается приятное с полезным. Разберем следующую специфическую ошибку – это расхождение в ансамбле. Итак, возможная причина данной ошибки может быть следующей. Это недостаток самоконтроля и самокоррекции. Советуются самые элементарные – репетировать под фонограмму и воспитывать постепенно в себе умение слушать и слышать не только лишь свою партию в ансамблевой игре, а ориентироваться на целостное восприятие ансамблевого звучания. Кстати, про то, что такое специфическое для простого слуха, умение слушать себя и слышать одновременно, я рассказывала в отдельном видео, ссылка будет в описании. Следующая классическая ошибка при игре – это фальшивые ноты. Причин может быть две. Первое – это непопадание из-за недостатков сенсомоторной координации, или второе – элементарное, когда текст заучен с ошибками. Советуются следующие. Разбить траекторию движения руки на две части – движение в нужную зону и коррекция в нужную точку, будь то определенная клавиша, аккорд и т.д. Далее – отработать момент ошибки и позже состыковать с предшествующим и последующим материалом. Работать, в принципе, программированным методом, доводя до совершенства каждый фрагмент произведения. Одним словом, заняться чисткой с тряпкой и ведром для грязных нот. Ну, то есть сверить заученное с нотным текстом и откорректировать текстовые ошибки. Следующая ошибка – это переход на репризу в экспозиции и наоборот. Причина может быть такая – это интерференция навыков. Ну, то есть наложение вашей памяти, физических действий рук во время игры. Простым языком – это когда вы путаете концовки и начинаете играть вместо перехода на часть или кусок разработки произведения, допустим, репризу. И наоборот, соответственно. Советуется извлечение тональных развилок из материала экспозиции и репризы и выучивание их методом сравнительного анализа. То есть взять последние такты из экспозиции и такты, похожие из репризы, и найти их различия. Скорее всего, они будут в доминантовой сфере. Следующая ошибка – это чрезмерная экзальтация исполнения, то есть чрезмерная воодушевленность и эмоциональность. Причины могут быть следующие. Это, во-первых, недостаточная саморегуляция, ну, когда вы такой вот неугомонный и эмоционально психованный не в тему, или просто у вас недоразвит профессиональный вкус и понимание стиля эпохи, стиля самого композитора. Знаете ли, Шостакович вам не лист и не шопен. Советуется снижение ваших динамических и аналогичных проявлений в предконцертный период. Короче говоря, пейте пустырник и не психуйте. Также советуется работа с текстом, то есть с книжкой или материалом в интернете, где вы подробнее изучите особенности выражения эмоций у необходимого композитора или в целом об особенностях исполнения разных стилей и эпох. Следующая ошибка – наоборот, недостаточная эмоциональность. Причины следующие. Это недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку и недостаточная саморегуляция в сторону торможения. Одним словом, когда вы играете без включения в процесс и подвисаете. Советуется в принципе долговременная работа, которая заключается в изучении эмоционально ярких произведений, чтобы учиться выражать разные эмоции. Определение образных формул эмоционального содержания, каких-либо определяющих факторов характера создаваемого образа, для того, чтобы их выражать на концерте. Советуется в принципе долговременная работа, которая заключается в изучении эмоционально ярких произведений, чтобы учиться выражать разные эмоции. Следующая ошибка – это разваливание формы вашей интерпретации, то есть целостности подачи произведения. Причина следующая. Это недостаточная саморегуляция временных процессов. Это происходит тогда, когда вы не чувствуете внутреннее движение и внутреннюю целостность. И все части у вас кусками звучат, и разваливается общее восприятие вашей подачи. И вторая причина – это недопонимание структуры темповых соотношений внутри произведения. В таких случаях советуется репетировать под метроном, особенно места смены темпов, то есть вот эти стыки темповых пластов. Прекрасно, если темпы указаны с точным показом, сколько равна одна четверть, к примеру. Ну или поработать с графиком произведения, сделать графический анализ, нарисовать графическое изображение формы произведения и обозначить там темп каждой части или фрагмента, проанализировать соотношение темпов и строго следовать. И последняя ошибка – неверно взятый темп. Причины такие. Отсутствие темпового ориентира. Ну, знаете ли, всякое бывает. Вдруг темп не указан, или вы не можете точно восстановить картину в голове, какой темп гармоничен в этом произведении, а какой нет. И вторая причина – это ограниченные технические возможности. То есть темп-то указан, а соответствовать не могу. Советуется опираться на заранее подготовленные представления темпа. Легче всего представлять фрагменты именно с наиболее устоявшимся темпом. Серединки произведения главной темы, к примеру. Напоите этот кусочек про себя, просчитайте метр и, держа пульс в голове, начинайте играть. И второй совет – развивать исполнительскую технику, если уж совсем все плохо, и вы просто не тянете заданные темповые параметры. Это все ошибки, их причины и способы возможного устранения, которые предлагает Цегарелли. Какие из приведенных ошибок вы совершали и как решали данные проблемы? Похоже ли ваше решение на те, что я описала? Пожалуйста, оставьте ваш комментарий для сравнения. От себя скажу, что прикажущиеся трудности решений, они очень просты и бьют конкретно в самую больную точку в конкретной ошибке. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!